Здравствуйте! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Юлия Великодная и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для пробивки зимников и доставки топлива задействуют дополнительную технику. 7 единиц дорожной техники предприятия дороги Арктики будут работать на обустройстве зимников, а также сопровождать машины с топливом. Между тем, грузовик с углем доехал до села Сватай Среднеколымского района. Одна из машин застряла по дороге из-за поломки. Завтра для нее доставят запчасти. Еще один автомобиль с углем в пути. Объем запасов угля и дров вместе с остатками составляет 15 тонн. Между тем, в начальной школе возобновили занятия. В старшей школе температура еще не позволяет начать учебный процесс. В целях решения вопросов открытия автозимников в более ранние сроки. В прошлом году дороги Арктики закупило 36 единиц дорожной техники. Для арктических и северных районов, там, где у нас дороги Арктики имеют участки. В Нижнеколымском районе мы с 1 января открыли участок дороги Арктики. Из 36 единиц у нас 7 единиц закуплены для Среднеколымского района. Но в Хангаласском районе заработала еще одна ледовая переправа через Лену. Она соединяет город Покровск с селом Кирден. Ранее жители этого населенного пункта были вынуждены добираться до районного центра в объезд через село Титебя или через село Качикации. В этом году новая переправа имеет статус резервной. Знаки все те же самые, как требуют наши дорожные нормы, как на всех переправах. Скоростной режим, дистанция, тоннаж обязательно. Здесь будет 3 тонны. То есть здесь не общего пользования, а местного значения. То есть только для жителей второго жемкона будут ездить они тут по своей нужде. В больницу, школу, на учебу, кто куда. Вопрос занятости местных кадров в приоритете у руководства Якутии. Одной из мер стал запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на горнодобывающие строительные компании. О том, как в Якутии будет реализована новая программа занятости населения, в сюжете Василия Радченко. Якутия по-прежнему опережает средние показатели по безработице в стране. Это стало одной из причин, почему 2018 в республике объявлен годом содействия занятости. Впрочем, по сравнению с прошлогодними цифрами, по региону показатели сократились. Мы мониторим количество граждан, которые пришли в органы занятости населения, для того, чтобы зарегистрироваться в качестве ищущих работы, так или в качестве безработных. Так вот, таких людей на 2017 год у нас 10 097 человек. Одним из способов сокращения безработицы стало решение руководства республики о необходимости заменить иностранных граждан местными кадрами. В 2017 в соответствии с указом главы региона иностранным гражданам уже запретили заниматься трудовой деятельностью по 14 направлениям. Это образование, здравоохранение, транспорт, торговля, операция с недвижимостью, рыболовство и выращивание овощей. Нынче этот список попали добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, разработка строительных проектов, разборка и снос зданий. Принятый указ, он касается запрета привлечения иностранной рабочей силы по патентам. Касается стран, которые не входят в Евразийский союз, это Таджикистан, Узбекистан и Украина. Указ уже сыскал поддержку среди директоров учебных заведений, которые на сегодняшний день озабочены вопросом трудоустройства своих выпускников. То решение, которое принято руководством нашей республики по ограничению привлечения рабочих за пределами республики и Российской Федерации, я считаю положительным, потому что тогда появится возможность для наших студентов, для наших выпускников трудоустроиться на эти горнодобывающие предприятия. Для качественного замещения иностранной рабочей силы Союз строителей Якутии готов внести свою лепту. В поддержку указа они могут заниматься повышением квалификаций местных специалистов. Мы за подготовку и трудоустройство местных кадров, мы за повышение престижа рабочих профессий, мы за модернизацию и внедрение новых технологий. Для местных кадров Ассоциация с Росоюз строителей Якутии проводит бесплатное обучение по повышению квалификации, которые должны пройти местные кадры каждые пять лет. По предварительным данным правительства республики, все эти меры позволят существенно снизить уровень безработицы и выйти, наконец, на общероссийские показатели. Василий Раченко, Георгий Охлопков, НВК Саха, Якутск. Продолжаем выпуск. Долги по кварплате, умышленное засорение канализации. Ситуации, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники компании «Газстрой» в Покровске. Почему люди так поступают со своим имуществом, разбирались наши корреспонденты. Трудно представить, кому может прийти в голову намеренно засунуть полуторалитровую пластиковую бутылку в канализацию своего же дома. Сложно в это поверить, однако, такое случилось уже дважды и в одном и том же доме. Тряпки, салфетки, все это приходится выуживать из канализационных труб работникам «Газстроя» постоянно. Мы стараемся как можно лучше оказывать эти услуги, но, во всяком случае, требования у меня такие. Но это же не входит в обязанности работников вытаскивать вот такие вот засоры. Поэтому хотелось бы, чтобы население все-таки более повернулось к нам лицом, к нам лицом, и вот такие дела не происходили. Следует отметить, что эти дома, которые в народе окрестили «Три лимона», построены и заселены по программе переселения из ветхого жилья. И они являются лидерами по долгам за квартплату. Умышленная порча канализации в своих новых квартирах. На какие только ухищрения не идет управляющая компания, чтобы как-то контролировать ситуацию. Чтобы не забивались наши канализации, тут решетка находится, и на решетке мусор остается, который мы ездим и чистим периодически. Наказать за подобное деяние может только административная комиссия, и штраф на физическое лицо составит не более тысячи рублей. Поймать за руку злоумышленника очень трудно. Камеры слежения тут не помогут, их невозможно установить в квартирах. Квартиры выданы людям, имеющим огромные долги за квартплату, еще в ветхом доме. В новом они не изменяют свои привычки не платить, и плюс ко всему принимаются ломать и портить новые. Пока, к сожалению, никаких иных мер, кроме взывания к совести, нет. Сарглана Ильина, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласки, Улус. Ну а жители Якутска могут оплачивать коммуналку через интернет, а именно через портал электронная ЖКХ. Для того, чтобы оплатить услуги в личном кабинете, необходимо внести показания счетчиков. К тому же, через сайт можно отслеживать начисления. Электронная ЖКХ доступна для пользования жителями уже второй год. А теперь им пользоваться начали и управляющие компании, товарищества собственников жилья и ресурсно-снабжающие организации региона. Кроме оплаты счетов, на портале можно узнать и о программах капитального ремонта. Чтобы получить доступ к услугам, необходимо иметь учетную запись на сайте госуслуг. Якутские альпинисты развернули флаг республики на Эльбрусе. Несколько дней назад Евгений Кривошапкин и Айсен Федотов покорили высочайшую точку России и Европы. Совершить восхождение ребятам удалось со второй попытки. В первый раз причиной неудачи стала смена погоды. На Эльбрусе в зимнее время температура воздуха на вершине ощущается как минус 50, а скорость ветра достигает 30 метров в секунду. Почти всегда зимой в Преэльбрусе идут дожди, а на вершине снег. Якутианам было сложно не только из-за климатических условий. Они столкнулись с проблемой акклиматизации. Выбрали стандартный маршрут. Много не стали думать насчет маршрута. С южной стороны, как мы долго не могли ждать, решили 20-го пойти на восхождение. Риск был, что будет плохая погода, но все равно решили попытаться. В душе есть уже любовь к горам. Любовь к высоким горам. Поэтому мы решили пойти на самую высокую вершину Европы. Тогда как наши альпинисты вернулись из Кавказа с выполненной целью в Якутск для восхождения на гору Победа, наивысшую точку республики и северо-востока Сибири приехал Симоне Моро, легенда альпинизма, звезда мирового спорта. С подробностями Галина Кутугутова. Симоне Моро называет альпинистом холода за его неоднократные зимние восхождения. И как настоящему альпинисту холода, ему нужно было приехать на родину этого холода. На высоте 3003 метра, а именно на такую вершину поднимается команда Симона Моро, температура воздуха достигает минус 60 градусов и ниже. Никто прежде не отваживался на техническое восхождение в таких экстремально низких температурных условиях. То есть после нескольких косметичников, которые он восхождение зимой, то есть в максимально холодных условиях, он стал думать, а какая же гора самая холодная, куда бы он мог добраться? Потому что в мире альпинизма он известен как альпинист холода. Ему не столько нужна сама вершина, сколько знакомство с людьми, которые населяют это место. Симона Моро покорил 8 восьмитысячников, среди которых Эверест, Броудпик, Маккалу и другие. Он один из немногих альпинистов, которые совершают именно зимние восхождения. Также Моро известен тем, что восходит на высочайшие горы мира без кислородной маски. Сложно представить, как тяжело альпинистам на огромной высоте. Это вызов не вершине, а в первую очередь самому себе. Симона Моро – один из немногих, кого называют благородным восходителем. Спасение в горах – одно из тех качеств, которые выделяют Моро. Для меня такие люди, как Симона, всегда являются, наверное, каким-то я их называю, для себя, конечно, называю какими-то посланниками из будущего. Симона делает очень много, конечно, да, в альпинисте, но у него очень поступков общечеловеческих, такие, которые достаточно сложно оценить, наверное, и очень редко сейчас происходит в простом мире. Очень тяжело, то есть очень тяжело управляться самому, со своим телом, организмом. А помогать другому человеку, даже элементарно поддерживать его, это очень сложно. Гора Победа – это высочайшая точка на хребте Черского. Она привлекает альпинистов со всего мира. Легендарный итальянский альпинист, член Международного союза горных гидов, доктор спортивных наук Симона Моро приехал не один, а со своей командой. Это альпинистка Тамара Лангер и фотографы-публицисты Филиппа Волотти-Алебарди и Матео Занга. С логистикой иностранной команде помогает Федерация альпинизма и скалолазания Якутии, в частности, якутский альпинист Олег Сайфулин. На данный момент я в Камальде. Моя задача, по-моему, это будет знание района, в котором я уже был, знание нашей гор. И, соответственно, скоординировать их уже больше на местности. Это восхождение войдет в историю альпинизма. Уже сейчас внимание многих мировых СМИ приковано к якутскому пику. Галина Кутугутова, Григорий Охлопков, НВК «Саха-Якутск». К этому часу у нас все новости. Оставайтесь в курсе событий с НВК «Саха» и «Саха-24». Еще больше информации на интернет-портале nvk.defis.online.ru. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok